Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня я собираюсь показать очень популярное в Португалии блюдо бакаляо а гомес деса. Бакаляо в переводе с португальского треска, а гомес деса – это легендарная личность, шеф-повар, сын купца из Порту, шеф-повар ресторана Олис Бонессе в том же самом Порту. Я, пожалуй, готовить начну, а про историю в процессе поведаю. Сам шеф умер уже почти 100 лет назад, в 26-м году, но ее рецепты давно уже стали, безусловно, народными, я бы даже сказал, легендарными. Короче, гомес деса стал эдаким оливье для португальской кухни. Ну, имею в виду, что, как в России, Николай Оливье родился и вырос в Москве, папой был французско-поданным, и Николай, в зрелом возрасте организовав на пару успехов в ресторан, придумал свой салат, салат оливье, который стал чрезвычайно популярен. Так рецепты гомеса с успехом его пережили. Лук и чеснок, чеснок я сейчас приготовлю, нужно потомить в достаточно большом количестве оливкового масла. Обязательно extra virgin, ароматного, с горчинкой. Оно для вкуса, не для жирноты. И парочку лавровых листов обязательно. Еще понадобится треска. Идеально брать соленую, крепко соленую. Я про такое рассказывал в ролике, вот здесь в уголочке ссылочка будет, в описании тоже посмотрите. И вымочен, естественно, после этого. Если такой не найдете, ну, возьмите мороженую. Большой беды не будет, я думаю. Только разморозить, конечно, предварительно надо будет. Треску отварю. И пока варится, нарежу сладкий перец. Перец тоже надо потомить слегка. Все корнеплоды обжариваем до мягкости, на самом слабом огне. Как только начнет румяниться что-то, сразу же нагрев выключаем. По слухам, сам гомес вымоченную треску еще и варю в молоке, но на сегодняшний день никто из португальцев, почти никто, таким не заморачивается. Вот и я не стал. Треска уж практически готова. У меня совсем тоненькие кусочки, как видите, много не надо. Ну, и теперь отварю картошку в том самом бульоне, что осталось в отварке трески. Рыба должна остыть, чтобы из нее можно было спокойно удалить косточки. Лук с перцем в отличном состоянии. Нагрев я уже давно выключил. Теперь можно было дождаться готовности картошки собирать все вместе, но ради красивой подачи я хочу сделать еще одну маленькую вещь. Отделю шкурку в трески, чтобы приготовить чипсы. И в духовку на 15-20 минут. Верхний и нижний нагрев 180 градусов. Кстати, яйца можно пока отварить. Да, они тоже понадобятся. Треску уже пора смешивать с луком, перцем и чесноком. Ну, и немного белого перца сюда. Осталось совсем немного. Сейчас картошка доварится и в духовку все отправлю. Если суховато получается, можно добавить того самого бульона, в котором картошка варилась. Ну, рыбного. Я блюд не солю, потому что треска у меня была соленая. Затем выбоченная, понятно, но соли в ней все равно достаточно осталось. И бульон после варки этой рыбы тоже был соленым. Петрушки свежие надо добавить. Если вы используете мороженую треску, то вот на этом этапе надо все выправить по вкусу. Соль, перец. Можно перекладывать в форму для запекания. Ну, теперь в духовку. Румянится. Только из нее надо ашкурку трески вынуть. Яйца уже сварились. Я их даже почистил за кадром, чтобы ваше время не тратить. Треска с картошкой тоже запеклась и подрумянилась. Можно подавать, конечно, на стол прямо в форме, а можно разложить порционно. С этакой претензией на ресторанность подачи. Давайте пробовать. Знаете, это такое простецкое народное сочетание с ресторанной подачей. В принципе, я люблю сочетание рыбы с картошкой. Здесь рыба предварительно соленая. Она немножко более сухая. При таком способе приготовления она... Влага в рыбе, которая все равно остается, конечно, она замечается в какой-то степени вот этим оливковым маслом. extra virgin. Ароматным, с горчинкой. И поэтому получается такой очень средиземноморский вкус. Классный, я считаю. Попробуйте, это вкусно. Не найдете соленую треску, берите, в конце концов, мороженую. Ну, побольше соли добавьте. Как-то так. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok